Вот так аккуратно один за другим огурцы с тепличной грядки отправляются в специальные ведра и коробки. Свой первый урожай в этом году собирают в теплице Аграрного университета. Работают на сборе исключительно студенты, будущие агрономы. Свои теоретические знания здесь они могут подкреплять практическими. Мы занимаемся выращиванием в основном протеонокарпических сахатов, которые для образования плодов им не нужно опыление. Полиция не участвует. За счет этого можно увеличить площадь, загустить схему посадки и с площади собирать гораздо большую урожайность. И как видите, справляется молодежь замечательно, особенно учитывая то, что семена огурцов в теплице высадили в декабре. Не прошло и двух месяцев, а овощей на кустах немерено. И это только начало. Урожай этого зимневесеннего периода планируется 25-27 килограммов с квадратного метра. Это примерно четыре вот таких полных ведра. Для сравнения, те же сорта, которые будут выращиваться в полях, дадут всего 5-7 килограммов. Разница существенная. А все, конечно, благодаря тепличным условиям. Мало света, включаются лампы. Жарко, автоматически открываются окна. Полив с удобрениями и нужными минералами каждый час. Здесь абсолютно все чисто. Удобрения без каких-то вредных веществ, без тяжелых металлов и так далее. Схема питания абсолютно забалансирована. Перед каждым оборотом делается анализ по содержанию элементов питания, по содержанию нитратов и по содержанию остаточных пестицидов. И при анализе, допустим, для нашего огурцов допустимая норма нитрата 400 миллиграмм на килограмм для огурца, а в наших огурцах менее 200. Всего на Ставрополье с начала 2020-го в закрытом грунте вырастили более одной тонны овощей. Только задумайтесь, это на 73% больше, чем в прошлом году за этот же период. А как таких же результатов добиться и с овощами открытого грунта решали на семинаре в селе Старомарьевском. Обсудить перспективы и обменяться опытом приехали фермеры со всего края. Урожай, говорят, дело общее. Я посещаю эти собрания каждый год. Ну, что-то новое, новые знакомства. Каждый год, ну, всё новое надо вводить. Средства защиты, подкормки, ну, и знакомства, самое главное, общение. Особое внимание на семинаре уделили вопросам реализации овощей. Главная задача аграриев – заполнить своей продукцией местные рынки и наладить схему поля прилавок. А первый урожай помогали собирать Яна Лукошкина и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение.